Приветствую вас на программе Эндрю Вымыка «Истина Евангелия». Цель его служения – донести до людей весть о Божии, безусловной любви и благодати. Благая весть вещается через множество телеканалов и библейские колледжи Харрис по всему миру. А теперь, пожалуйста, Эндрю. Я приветствую вас на программе «Истина Евангелия». Сегодня я практически подхожу к завершению серии, которую я учил по теме «Баланс веры и благодати». Также доступна книга с этим же названием, самое первое учение, которое я выпустил в качестве книги. Это было в 80-х годах, давным-давно. Это одно из фундаментальных моих учений, которое описывает все, что делаю я. В эту пятницу будет последний день, когда я буду предлагать вам купить книгу и материал на эту тему, и я настоятельно рекомендую вам это сделать, потому что нам необходимо иметь баланс между верой и благодатью. Только когда мы совмещаем и веру, и благодать, мы видим действия Божьей силы. Если вы впадаете в крайнюю благодать, думаете, что все зависит от Бога, неважно, ищете ли вы Господа, делаете ли вы что-нибудь, все зависит от Божьей благодати, то у вас будут проблемы. Это заблуждение. Есть другая крайность, когда люди только рассчитывают на веру, только вера действует, только верой движет Бог. Это тоже заблуждение, потому что вам нужно понять, Бог действует и делает все по благодати, но вы получаете доступ к благодати через веру. Об этом говорится в римном пятой главе, втором стихе. Мы с вами говорим на эту тему уже несколько недель, и я практически подошел к концу учения на эту тему. Мы говорили о том, что понимание благодати и того, что Бог любит меня по благодати, а не основываясь на моих делах и поступках, такое понимание благодати преобразило мое взаимоотношение с Богом, мое отношение к Богу и дало мне мир и уверенность. Об этом говорится в римном пятой главе, первом стихе. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. И у меня был мир в моих взаимоотношениях. К сожалению, многие, кому я служу и молюсь, не имеют такого мира. Если они поступают хорошо и сделали хорошее дело, они все равно не могут успокоиться, потому что завтра они могут оступиться, и им кажется, что они все теряют. Потому что таким образом все усилия на вас упираются. Если вы поймете, что Бог любит вас, безусловно, и вам нужно просто покоиться в том факте, что Бог вас любит, и поэтому вы не будете терять сон от переживаний. И хотя вы знаете, что Бог любит вас, вам хочется иметь эти отношения, вам не захочется давать сатане ослеплять вас и ожесточать вас, вы будете жить более свято, но не для того, чтобы угодить Богу, не для того, чтобы заработать его благоволение, но как благодарность, как выражение вашей благодарности Богу за его жертву и любовь. С таким осознанием, любовь и мир в ваших взаимоотношениях с Господом выйдут на новый уровень. Но большинство христиан не имеют мира в взаимоотношениях с Богом, к сожалению. Откуда берется это неверное понимание, что мы должны у Бога что-то зарабатывать? Я мог бы целый месяц учить по этому вопросу, но вкратце скажу вот что. Есть два источника этого заблуждения. Первое – это человеческая природа. Падшие человеческие существа любят других людей, которые любят их. Те, кто с вами хорошо обращаются, с теми вы хорошо обращаетесь. То есть, как бы в обмен, как говорят у нас, «Почеши мне спину, я почешу твою спину». Такова уж наша природа, и в таком окружении мы выросли, такое отношение в нас утвердили, утверждали миллионы раз. И теперь мы с таким же отношением приходим к Богу и думаем, что Бог обращается с нами, воздавая нам то, что мы заслужили. Если Он недоволен нами, то потому, что мы плохо себя вели. И нас учат, мир нас учит условной любви, основанной на наших делах и поступках. Уж так действует вся человеческая раса. Таков или такова природа, падшая природа человека. Вторая причина, которая может вас удивить. Следующая. Вы знаете, что Библия, Ветхий Завет фактически учит нас о том, что Бог дает нам то, что мы заслужили. У меня нет времени все объяснять. У меня множество есть учений по этой теме. Наверное, пять или шесть часов я учу о благодати и законе Ветхого Завета. Так вот, в Ветхом Завете Бог действительно реагировал на людей в соответствии с их поступками. Если они отделали это, Бог делал то. Именно поэтому Ветхий Завет называется Ветхим. Мы сегодня в другом Завете находимся, и Бог обращается с нами не так, как раньше. Иисус исполнил Ветхий Завет и принес Новый Завет. Я говорю о благодати Божьей, о том, что Бог любит нас, независимо от наших поступков, а именно зависимо от того, принимаем ли мы Иисуса или нет. Вот это и есть Новый Завет, и в этом ключевое отличие с Ветхим Заветом. В Притчах 16.6 говорится, «Милосердием и правдой очищается грех, и страх Господень отводит от зла». Страх Господень, страх наказания, страх отвержения, будет заставлять людей следовать определенным стандартам, но он никогда не освободит их. Может быть, он заставит их поступать в соответствии с требованиями, но все отцены никогда не будут свободны. Это очень мощное утверждение. В Ветхий Завет вкладывал страх в сердца людей и насаждал страх и наказание. Но в Новом Завете все по-другому. В Послании Римлянам 2.4 говорится, что благость Божья ведет людей к покаянию. В Новом Завете уже не страх наказания ведет людей к покаянию, а благость Божья, благодать Божья, выраженная в Иисусе, который забрал наши грехи на себя. Говорю ли я, что нет ада? Нет. Есть ад, и людям нужно знать, что есть ад. Им нужно принять небеса и отвергнуть ад. Но в Ветхом Завете именно страх наказания заставлял людей приходить к Богу. А в Новом Завете, как вот здесь говорится, «милосердием и правду очищается грех». Здесь говорится о благости Божьей. Вот почему так Бог это сделал, как я понимаю. Все это похоже на то, как мы воспитываем наших детей. Прежде чем ребенок начнет все понимать, у него будет достаточно жизненного опыта, чтобы понять различные детали в жизни, что требуют десятков лет, можно научить молодого мальчика, молодую девочку, ребенка, что делать нельзя и что делать можно. Нельзя, например, отбирать игрушки у брата или сестры. Нельзя думать только о себе. Нужно учиться быть послушным. Нужно научиться ложиться спать вовремя. Нужно научиться есть то, что, может быть, не хочется есть и тому подобное. Как научить маленького ребенка всему этому до того, как можно будет ему все уже объяснять? Именно поэтому наши дети сегодня так ужасно воспитаны, потому что истина не внушается им с юных лет. Но если ребенку год, два, три, как ему объяснить, что нельзя отбирать игрушки или бить людей? Если вы попытаетесь ему объяснять, и будете говорить так, если ты так будешь делать, то ты поступаешь им эгоистично. Иисус сказал, блажение не давать, нежели принимать. Если ты не следуешь Иисусу, то следуешь дьяволу, ты подчиняешься дьяволу. Иоанна 10.10. Там говорится, что вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Если ты будешь так поступать, то дьявол утрет тебе нос. Ты никогда не сможешь даже работать нормально, потому что будешь эгоистом. У тебя не будет хорошего брака. Если вы все это будете пытаться объяснить годовалому ребенку, он вообще не поймет, о чем вы говорите. Но что вы можете сделать? Вы можете сказать ему, если ты отберешь эту игрушку у своего брата или если ты ударишь свою сестренку, я отшлепаю тебя. И может быть, он и не понимает, что блажение давать, нежели принимать. Может быть, он не понимает, что так он подчиняется дьяволу, который приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Может быть, он даже не знает, что есть Бог или есть дьявол, ад и небеса и не имеет откровения. Но если вы силой будете наставлять его на правила, он будет знать, что его отшлепают, когда он кого-нибудь ударит или отберет у кого-то игрушку. Если он знает, что его накажут, вы можете заставить его поступать правильно из-за страха наказания. Поэтому необходимо так было поступать. Нужна была какая-то форма наказания, чтобы, так же, как и в детстве, мы маленьких детей обучаем, что хорошо, что плохо, какая форма поведения приемлема, какая нет, что зло, что добро. Еще задолго до того, как ребенок поймет все причины и резоны за этими явлениями. Знаете, когда я был совсем юным, наш дом находился на улице, на которой было очень много движения, и мама моя буквально угрожала меня избить до посинения, если я буду переходить через улицу, не глядя по сторонам. И пару раз она меня... Даже не пару раз, а несколько раз она меня выпорола очень хорошо. И до сегодняшнего дня, а мне уже недавно исполнилось 66 лет, когда я, подъезжая куда-то или перехожу улицу, я смотрю направо и налево дважды. Я все еще остаюсь очень внимательным, потому что это правило было буквально вбито в меня. И причина, почему я так это делал, когда еще был юн, еще до 10 лет, я боялся, что меня выпарят, если я не буду смотреть по сторонам. Я не понимал, что это правило спасет мне жизнь, что оно убежит меня от того, чтобы меня не убила машина. Моя мотивация была другая. Я боялся, что мать меня выпарит. Но теперь моей матери нет, она с Иисусом. Моей матери нет. И я не боюсь, что она меня выпарит. Но все еще смотрю по сторонам, потому что теперь я понимаю, несмотря на то, что тогда мотив был неправильный, но сама цель была выполнена, теперь я имею больше откровения, так сказать, по этой теме. Я не боюсь, что меня выпарят, но я все еще исполняю правила, потому что понимаю, зачем оно было сделано. В Новом Завете, теперь все по-другому, в Ветхом Завете люди не могли родиться свыше, как мы рождаемся свыше, поэтому они не могли понять духовные истины, как мы их понимаем. Первое послание Коринфянам 2, 14, там говорится, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумие. Меня не может разуметь, потому что все надо обнасудить духовно. Люди в Ветхом Завете не были рождены свыше, у них не было такого же духовного развлечения и понимания, которое имеем мы сегодня. Как же тогда можно было научить того, кто не имел понимания и не мог так же воспринимать истину, как мы, как научить его духовным истинам? Очень просто, так же, как этот пример родителей ребенка, когда ребенка обучают, хотя он и не понимает настоящих причин, правил, что нельзя избивать людей или отбирать игрушки. Он, может быть, не понимает истинных причин, почему что-то нельзя делать, но можно научить его правильным привычкам и поступкам из-за страха наказания. Подобным образом, Бог в Ветхом Завете поступал с людьми, которые не могли понять духовных истин, так, как мы их сегодня можем понять. Практически он им показывал и говорил, «Если ты сделаешь это на субботний день, я тебя убью. Будешь собирать хворост, я тебя убью». Но в Новом Завете Иисус показывает, что суббота, в общем-то, не была проблемой. Его ученики сами разрушали религиозные традиции, касаемые субботства. Например, они брали и растирали пшеницу в руке, потом ели зерна. Фарисеи обвинили их в нарушении субботы, но Иисус сказал, что не человек для субботы, но суббота для человека. И потом пришел Павел, и в Колоссянам 2, 16-17 стихи, он показал, что суббота была лишь прообразом покоя Нового Завета, о котором я учил пару недель назад в теме веры и благодать. Суббота была прообразом веры и благодати, и мы должны вкладывать веру в то, что Бог сделал для нас, а не то, не в то, что мы делаем для Него. Вот чего это был прообраз. Но в Литком Завете люди не могли понять этого прообраза, они не могли понять всех символов, поэтому Бог силой насаждал правила, «Если соберешь хворост, день в суббот не убьют тебя». И он был убит, один такой человек, за то, что нарушил субботу. Так вот, все было построено на страхе наказания, которое заставляло людей жить более святой жизнью, и ограничивало доступ сатаны к ним. Их святость не давала им принятия от Бога, потому что никто не мог быть достаточно свят. И даже если вы 99 правил исполнили, но одно упустили, все равно вам за тест будет кол, что называется. Никто не был совершенен. Но таким образом ограничился доступ сатаны в их жизнь, когда они начинали оставлять зло. Они переставали лгать, обманывать, убивать, потому что боялись наказания. Таким образом, доступ сатаны в их жизнь был ограничен. Но плохая часть этого принципа была в том, что они начали уповать на свои дела и стали сравнивать себя друг с другом. Что я не ругаюсь, не плююсь, не курю, что называется, поэтому я лучше другого человека, который все это делает, и поэтому Бог обязан меня теперь любить. Так думали они. Но на самом деле, Бог возлюбил нас не потому, что мы милые, а потому что Он есть любовь. Люди не понимали закон Ветхого Завета, понимали его неправильно. И, к сожалению, сегодня обычный христианин все еще пытается строить свое отношение к Богу на исполнении стандартов Ветхого Завета и Закона. Вот почему Завет этот называется Ветхий Завет, потому что это не Новый Завет, а сегодня мы живем по Новому Завету, и вы не должны строить свои отношения с Богом, основываясь на своих делах и на таком менталитете. Все это классное заявление, которое я только что сделал. Я гарантирую, что обычный христианин буквально разозлится, когда слышит их, потому что он не понимает этих принципов. Для обычного христианина единственная разница между Новым и Ветхим Заветом — это одна пустая страница. Но они смешат все в кучу и пытаются общаться с Богом, основываясь на законе Ветхого Завета. Но закон Ветхого Завета был дан тем, кто не был рожден свыше, для того, чтобы нагнать на них страху, и чтобы через страх они оставили зло. Притча 16, 6. Страх Господень отводит от зла. Но закон их никогда не мог очистить. Здесь же говорится, что милосердием и правду очищается грех. Только через истину того, что Иисус есть пусть истина и жизнь. И она 17, 17. Только через истину Нового Завета и того, что сделал Иисус. Любой теперь может получить истинное очищение и настоящее здоровое отношение с Богом. Если вы живете в Ветхозаветном законе, и ваш менталитет основывается на законе, что вот я исполнил это, тогда Бог даст мне то, у вас никогда не будет мира с Богом. И ваше отношение к Богу будет скакать вверх-вниз, как юла, основываясь на ваших поступках. Но обычно так и живут христиане. Иногда они чувствуют радость, потому что вдруг почувствовали себя достойными радости Божьей, поэтому дали радости Божьей выйти наружу, которая была в них всегда, и они чувствуют, я заслужил это, я действительно хорошо поступил сегодня. Бог мною доволен, я доволен собой, поэтому они радуются и благодарят Бога за всякую благость. Но когда они ломают дров и плохо делают что-то, кран закрывается, Господь, ты недоволен, но я знаю, что ты не можешь меня любить. Они сами останавливают простекание любви, радости и мира. Не Бог отключает радость, любовь и мир. Бог не реагирует на ваши поступки. Он реагирует на вас, несмотря на вас самих. Он любит вас, несмотря на ваши поступки. Но вы себя осуждаете, вы отключаете радость и мир. Вы не даете Богу любить вас. Я еще продолжу делать резкие заявления, и кто-то из вас, может быть, впервые услышит эти слова. Но когда вы сидите и ощущаете отвержение, «Бог, ты так, но недоволен, я знаю, что ты зол на меня». Вы говорите, «Бог, я знаю, что ты можешь меня любить, но, думаю, не можешь меня любить. А если можешь меня любить, как ты можешь все еще меня принимать после всего, что я сделал?» Но Бог-то так не думает. Это вы так думаете. Позвольте мне показать вам один отрывок из Исаия 54 главы. Может быть, вам стоит его открыть в своей собственной Библии, потому что некоторые не поверят, что этот отрывок и есть в вашей Библии. 54 главе книги Исаии. Конечно, 54 глава идет за 53 главой, где говорится о том, что Иисус понес наши грехи, наши болезни на себе. 54 главе Исаии в 9 стихе говорится, «Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся, не гневаться на тебя и не укорять тебя». Это же удивительные слова. Опять же, все это результат того, что Иисус дал нам искупление. Об этом говорится в Исаии 52-53. В 54 главе Исаии описываются все преимущества, так сказать, того, что сделал Иисус. Исаия сам все это не ощутил и не переживал. Он пророчествовал о наших днях. И вот эти стихи отражают смысл нового завета, как завет, который Бог заключил с Ноем, что никогда не разрушу землю потопом. Господь не поставил никакого условия. Он не сказал, что если вы будете жить свято, если вы не будете меня провоцировать и гневать, как в прошлом, тогда я не буду наводить потопа. Нет, этот завет был безусловным. И в этом его важность, что он сравнивает наш завет с заветом Ноя. Потому что некоторые заветы имели условия. Так вот, завет Ноя был безусловным. Бог не ставил никаких условий на этот завет. Независимо от поведения людей, независимо от того, насколько они греховны, больше не будет такого потопа. Потому что Бог нам дал обещание. И тут же говорится, независимо от того, насколько мы святы или нет, Бог заключил завет, и покляться не гневаться и не укорять. Это обращение к тем, кто примет этот Новый Завет. Если вы за пределами завета, если вы его не приняли, если Иисус еще не ваш Господь, у вас нет доступа к этому завету. Вы можете войти в этот завет, приняв Господа Иисуса Христа и спасение. Но те, кто приняли этот завет, Бог на них никогда не будет гневаться, не будет изливать гнев. При этом есть зрители этой программы, которые знают, что они рождены свыше. Они знают, что если умерли бы сейчас, то отправились бы на небеса, и уверены в этом без сомнений, потому что Иисус ваш Господь. Но при этом вы говорите такие вещи, что Бог, наверное, зол на меня, Бог, наверное, мной недоволен, Бог не благословит меня, Бог не будет меня использовать. Но Бог говорит, что никогда такого не будет. И я говорю вам, что осуждение, которое вы переживаете, оно исходит не от Бога, оно исходит от ветхозаветного мышления, которое было построено на делах. И вы не обновили свое мышление по Новому Завету. Вы живете с чувством вины и осуждения, которые были в ветхом завете. И вы пытаетесь смешать ветхие и новые заветы. И поэтому ваши осуждения приходят от вас самих. Это в лучшем случае. В худшем случае оно может быть и от сатаны. И сатана обожает вас осуждать, если вы ему позволите, если вы не знаете этих истин. Поэтому, может быть, это осуждение демоническое, и вина эта может быть демонической. Но суть ее в том, что вы не понимаете ветхого и нового завета. Вы все еще живете с менталитетом, основанным на делах. И самая большая истина, одна из самых больших истин в этой теме веры и благодати, она научила меня думать о том, что Божья любовь ко мне не зависит от моей благости и от моих добрых дел. Я настолько освободился от такого мышления. Я понял, что Бог любит меня не потому, что я этого заслужил, а потому, что Бог есть любовь. И поэтому я люблю Его еще больше. И я служу Ему еще больше. Опять же, я понимаю, что есть много религиозных людей, которые говорят, что если говорить людям о благости Божьей, то они начнут жить в грехе. Но у меня такого опыта не было. Я такого не видел. Я своей жене принес цветы вчера, например. Когда она увидела, как я несу ей цветы, ни за что она их не заслужила. Она ничего не сделала для этого специально. Когда люди видят, что я даю ей цветы, ей не хочется совершать прелюбодеяние. Она же видит, что я люблю ее. Это все равно, что она бы стала думать, я совершу прелюбодеяние. Нет, когда вы видите, что вас любят, вам хочется любить этого человека больше, и ваше сердце завоевано. Естественным образом мы такое понимаем, когда мы по-доброму обходимся с нашими ближними, не заставляет этого ближнего пользоваться вашей добротой. А вот когда вы критикуете, придираетесь, пилите своего супруга, например, вот что и заставляет его отдаляться от вас. Но так или иначе, почему-то в религиозной сфере все наоборот, что чем более мы в осуждении, чем больше законов мы должны исполнять, чем больше мы слышим о наказании, то тем больше мы будем любить Бога. Нет, как я читал в 1 Иоанна 4,19, мы любим Его, потому что Он сначала возлюбил нас. Бог не отвечает на наши добрые дела любовью. Это мы должны ответить Ему любовью, на Его любовь. Многие христиане не имеют победы над проблемами и трудностями в своей жизни, потому что не понимают разницы между верой и благодатью. Ведь Бог уже дал нам все необходимое, и нам нужно лишь верой взять эти обетования. В книге «Жизнь в балансе благодати и веры» Эндрю Вомок учит потрясающим истинам о роли и месте веры и благодати. Откровения, изложенные в этой книге, обязательно изменят вашу жизнь и помогут вам начать одерживать победы и приносить плод, который пребывает. Закажите книгу Эндрю Вомока «Жизнь в балансе благодати и веры» прямо сейчас. Для этого вы можете позвонить по телефону 8 921 993 7009 или 8 812 371 61 04 или написать нам через наш веб-сайт cbtcrusha.ru Это хорошо или плохо? Как верующий должен относиться к финансам? Как он должен с ними обращаться? В книге Эндрю Вомока «Финансовое управление» вы узнаете о главных библейских принципах, которые помогут освободиться от долгов и бедности. Увидите, что Библия говорит о путях, ведущих к преуспеванию успеху. Учение, изложенное в книге Эндрю Вомока «Финансовое управление», обязательно преобразит финансовую составляющую вашей жизни. Вам нет нужды учиться на своих ошибках. Учитесь на ошибках и победах одного из основных героев Библии – царя Давида. Из книги Эндрю Вомока «Давид. Уроки жизни» вы узнаете духовные истины о том, как быть мужем по сердцу Бога, от кого приходит преуспевание, как победить Голиафа в своей жизни. Эти и другие важнейшие библейские истины теперь доступны вам в книге Эндрю Вомока «Давид. Уроки жизни». Эндрю рекомендует вам свою рабочую тетрадь по теме «Власть верующего». Вы узнаете все о духовной брани, чем она является, а чем нет. Какую силу вы получили во Христе, как применять свою духовную власть. Эти откровения важны для каждого христианина. В рабочей тетради «Власть верующего» вы найдете не только отличное учение, но и планы для проведения уроков по этой теме, руководство для учителя, вопросы для учеников. Вы не только сможете изучить это откровение самостоятельно, но и помочь другим христианам узнать важнейшие истины о власти верующего. Вы можете сделать заказ, позвонив по одному из указанных ниже телефонов или написав нам на электронную почту, которую видите на экране. Еще раз повторим, что вы можете заказать учение Эндрю в книге на CD и DVD-дисках на его веб-сайте cbtcrusha.ru cbtcrusha.ru Вы можете также получить эти материалы, позвонив по следующим телефонам в России 8 921 993 7009 или по телефону 8 812 371 6104. Вы также можете написать нам письмо, отослав его на адрес, который видите на экране. А теперь давайте посмотрим анонс завтрашней программы от Эндрю. Если Божья любовь, Божье помазание и все сие зависит от вашей благости, я гарантирую вам, что такая цепь порвется, потому что вы будете самым слабым звеном в этой цепи. Вам нужно понять, что Бог любит вас, потому что Бог есть любовь. И хотя мы должны реагировать на Божий призыв, и Бог может меня использовать, и что-то хорошее зато может получиться, но Он любит меня не потому, что я все это делаю. Его любовь была ко мне такой же, когда я был в 8-летнем возрасте, когда я принял ее, и еще до того, как я его принял, и когда я откликнулся на Его призыв проповедовать. Бог любит меня, потому что Он есть любовь. Не пропустите передачу истинной Евангелия завтра. Вы можете поддержать наше служение, чтобы мы смогли предложить вам еще больше книг и программы Эндрю Вомака на русском языке. Для этого зайдите на наш сайт cbtcrusha.ru Зайдите в раздел «Пожертвовать». Далее, следуя указаниям на экране, заполните форму слева, указав свои контактные данные. Введите сумму для пожертвования. Обязательно поставьте галочку в разделе «Новости служения». Нажмите кнопку «Пожертвовать», чтобы сделать пожертвование с помощью кредитной или дебетовой карты. Безопасность платежа обеспечивается службой Яндекс. Благодаря вашим пожертвованиям наше служение сможет и дальше распространять истину Евангелия с Эндрю Вомаком. Если у вас есть вопросы или вы хотите сделать заказ книг и дисков Эндрю Вомака, свяжитесь с нами по одному из телефонов или написав на электронный адрес, который видите на экране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова